Накануне Второй мировой войны Николас Винтон спас 669 детей. О его подвиге стало известно лишь спустя 49 лет, когда жена Винтона на чердаке дома случайно нашла папку с почти стёршимися записями о спасённых детях. Немногим позже ток-шоу The Life на телеканале BBC пригласила Винтона в качестве зрителя в студию. Неожиданно для него ведущая ток-шоу начала рассказывать о его же подвиге, после чего попросила подняться спасённых им людей, которые находятся в этом зале. В небольшой студии их собралось больше 20. А всё началось в декабре 1938 года. Николас работал биржевым маклером в Лондоне и собирался отправиться в отпуск покататься на лыжах. Ему позвонил друг Мартин Блейк, работавший в то время в Праге. Блейк попросил Винтона приехать в Прагу. Есть, мол, очень важное дело. Лыжи сказал, можешь не брать. А в Праге и действительно оказалось не до лыж. Приехав туда, Винтон увидел огромные лагеря беженцев. Увиденное было настолько ужасным, что Николас остался в Праге и практически в одиночку создал программу по вывозу детей еврейского происхождения из Чехословакии в Великобританию. В гостиничном номере он устроил нечто вроде офиса. Туда приходили отчаявшиеся спасти своих детей родители, готовые отдать их чужим людям, расстаться с ними навсегда, лишь бы спасти им жизнь. Николас записывал имена детей, собирал их фотографии, выстраивал в голове способы вывоза детей. В начале 1939 года он оставил вместо себя двоих друзей и вернулся в Лондон. Там Николас и еще несколько добровольцев назвали себя британским комитетом по делам беженцев из Чехословакии детское отделение. И от имени этого комитета Винтон взялся за лихорадочные поиски приемных семей и денег. Сотни семей согласились перенять детей, многие сжертвовали деньги. Также он обратился в Министерство внутренних дел Великобритании, чтобы детям оформили въездные визы. Но чиновники с ответом медрили. А время очень поджимало, поэтому визы пришлось подделать. И 14 марта 1939 года первый поезд с детьми покинул Прагу. Выжившие рассказывали потом, какой ужас был на вокзале. Дети рыдали и умоляли никуда их не отправлять. Родители не могли оторвать их от себя. Они прощались навсегда. Николас Винтон и его товарищи организовали восемь таких поездов. Но только семь из них сумели доехать до безопасного Лондона. Восьмой поезд, поезд с самой большой группой детей в 250 человек, должен был выехать из 1 сентября 1939 года. Но в этот день границы закрыли. Николас Винтон позднее вспоминал. Никого из 250 детей, которые должны были тогда уехать, позднее найти так и не удалось. 250 приемных родителей напрасно ждали их тогда целый день на вокзале в Ливерпуле. Всего лишь днем раньше поезд бы проехал. Это одно из самых тяжелых моих воспоминаний. 1 сентября 2009 года, ровно через 70 лет с того момента, когда из Праги так и не уехал последний из поездов Винтона, с центрального вокзала Праги в Лондон отправился мемориальный состав. В Лондоне пассажиров поезда, выживших детей и их родственников встречал сам Николас Винтон, которому в том году исполнилось 100 лет. После войны многие из спасенных детей остались в Великобритании. Часть из них вернулась на родину, кто-то эмигрировал в Израиль, Австралию, США. Сегодня этим спасенным детям 80-90 лет. У них есть свои дети, внуки, правнуки, и все они называют себя детьми Винтона. Среди них есть педиатры, режиссеры, правозащитники, физики, астрономы, Нобелевские лауреаты. В 90-е годы одна из эвакуированных девочек, к тому времени уже ставшая бабушкой, подарила сэру Николасу кольцо с выгравированным на нем изречением. Спасая одну жизнь, ты спасаешь весь мир.